Арктика должна стать доступной, а у арктического туризма, как вида бизнеса, есть все шансы стать рентабельным. Необходимо только активнее включаться в работу по продвижению регионального турпродукта. Это лишь малая часть того, о чем сегодня говорили участники первого международного туристского форума «Доступная Арктика». Он проходит в эти дни в столице региона. На дискуссионной площадке собрались представители туриндустрии России, Норвегии и США. Весь мир смотрит на Арктику с большим вниманием, чем когда-нибудь. Сегодня Арктика как магнит притягивает к себе тех, кто хочет соприкоснуться с самобытной культурой северных народов. По мнению Ули Андреаса Лендемана, генерального консула Норвегии, главная туристическая фишка Арктики – ее этническая составляющая. Обычай, традиции, быт, гастрономия коренных жителей, которые проживают на этих территориях. Одним из мощных стимулов развития туризма Арктики является культурная составляющая региона. Его особенность Арктика – глядящий коренных народов. Коренные народы – главный драйвер развития арктического туризма. Один из постулатов, на которых должен основываться успешный турпродукт. Искушенные путешественники едут в суровые северные края, чтобы окунуться в особенную колоритную атмосферу. Сегодня в гонку за туриста, желающего попасть в Арктику, включились все северные регионы. Мурманск, Ямал, Чукотка, Красноярск, Архангельск, Ненинский автономный округ. Одним из самых продвинутых в этом плане субъектов России выступает Якутия. Вчера посмотрела, сегодня послушала в музее. И очень много схожего вообще в принципе. Абсолютно очень много, как будто я нахожусь практически у себя просто. Но есть одна существенная разница, в которую, позвольте, я сегодня не буду вам это говорить. Но это навело меня на мысль, что мы, наверное, оптические субъекты, позвольте так себя назвать, должны, собственно, где-то сесть, собраться и понять, и определить некую свою отличительную фишку, то есть что есть у меня в Якутии оптический туризм. Я уже для себя поняла, чем я буду отличаться, например, от вас, гостеприимные хозяева, да? То есть, наверное, и также другие территории. Каждый регион должен найти свою особенность и предложить туристу такой продукт, который не смогут предложить в других субъектах арктической зоны. А далее, считают участники форума, необходимо активно его продвигать. Это проблема общей в России. Это не только проблема немецкого урока. Это проблема всех наших регионов. Это продвижение юристических наших. Вот о другом я хотела сказать подробнее, потому что это очень важно, чтобы наши люди знали об этом. Знали и как-то стремились, может быть, узнать больше нашей России. Ведь арктика, в любом случае, по нашему мнению, это такой эксклюзивный продукт. Но пока о нем немногие знают. Еще один момент, о котором также говорили на форуме, это доступность. Безусловно, Арктика должна быть доступной. Путешествия в северные края не должны быть сопряжены с долгими перелетами и безумными финансовыми тратами. И здесь Неницкому округу есть чем похвастаться, отмечают участники международного форума. Мы доступная Арктика и, прежде всего, это связано, наверное, с тем, что 2,5 часа перелета что с Москвы, что с Санкт-Петербурга. И мы находимся с вами здесь, в Арктике. Стоит отметить и тот факт, что развитие туризма в Арктике сегодня рассматривают как фактор устойчивого развития территорий. Вложения в туристскую индустрию Арктики целесообразны не только с экономической точки зрения, но и социальной. Развитие туристской инфраструктуры, которой смогут пользоваться в том числе и местные жители, будет способствовать росту качества жизни в регионе. Туристического бизнеса, как свидетельствует опыт наших соседей, есть все возможности быть витамины и стать настоящим драйвером для малого бизнеса. О туризме, как о секторе экономики, говорят и представители Ямала, где этот вид деятельности поставлен на широкую ногу. Конечно, нам очень сложно тягаться с валовый региональный продукт, с нефтяной, газовой отраслью, так же, как и в Ненинском автономном округе. Но, тем не менее, 0,4% ВРП мы имеем, что называется. То есть, пускай это небольшой процент, но, тем не менее, он есть, мы от него никуда не уйдем. И наша задача только повышать этот самый доход. Причем, по итогам 2015 года наблюдается небольшой рост именно туристских услуг, согласно данным Ямалстата. Кроме того, туризм на Ямале – это та сфера, которая почти полностью лежит на плечах малого и среднего бизнеса. Государство со своей стороны поддерживает их грантами, помощью в информационном продвижении. И так, по словам участников Международного форума, должно быть во всех арктических регионах. В целом, форум стал эффективной площадкой для диалога между представителями власти, турбизнеса и научного сообщества для обмена опытом и распространения успешных российских и международных практик. Результатом совместной работы участников съезда должна стать стратегия развития туротрасли в Арктике до 2020 года.